Аллах, Субхану Ва Та'ля, сказал Будет раб мой стараться приблизиться ко мне, делая больше положено. Более самым любимым и с поклонением для меня является, когда раб мой делает то, что я вменил ему в обязанность. То есть то, что фарды, то, что Аллах нам приказал. Например, самые любимые поклонения Аллаха — это фараид, который Аллах нам приказал. Пять намазов. Салавт-аль-Хамс, Ас-Сиям, Рамадан, Закат, Аль-Ваджиб, Аль-Хадж, Аль-Ваджиб. То есть Закат обязательный, пост в месяц Рамадан, обязательные намазы. Вот эти вещи, которые Аллах нам приказал, это самые любимые поклонения перед Аллахом. Ахабба ил-Аллахи Та'ля, Мина салат-и-Духа, Мина салат-и-Лейль, Мина садакат-и-Л'Анна. Это более любимые Аллаху, Субхану Ва Та'ля, чем дополнительно что-то, чем намазы Духа, чем дахаджут намазы, чем пост понедельник-четверг, садака, который человек, может быть даже, например, бывают люди, которые садака дают, а закат не выплачивают. Есть такие. Но однако закат любимый перед Аллахом, Субхану Ва Та'ля, чем садака. Это столб является. Поэтому, какое же положение, великое положение обязательных дел, фарзов перед Аллахом, Субхану Ва Та'ля, посланник Аллаха, саллаху А.С. приказал и сказал, истякиму, валян тухсу, ва'ляму, анна хайра амаликуму ссада, ва ла юхафиду, аля льву, илля му'мин. Раваху Ахмад, достоверно в хадисе, посланник Аллаха, саллаху А.С. сказал, истякиму, идите прямым путем. Прямой путь имеется в виду, выполняйте все, что Аллах вам приказал, отдаляйтесь от того, что Аллах вам запретил, валян тухсу, то есть, лян тухсу, то есть, как бы вы ни старались что-то делать, все равно вы не сможете все охватить, все равно не сможете быть полноценным и все-все-все поклонения захватить. То есть, бывает, то есть, изъяны у каждого, мы не ангелы, мы рабы Аллаха, у каждого есть ошибки, но однако вы делайте, идите прямому пути, но однако при этом, знаете, все вы не сможете быть полностью полноценным. Башар, мы люди. И после этого, Саллаго, сказал, знаете, самое лучшее из того, что вы совершаете, это намаз. Самое лучшее дело, которое вы делаете, это намаз, и верующий человек, он всегда, всегда, он берет омовение, то есть, всегда он в омовении находится, сказал посланник Аллаха, Саллаго, Алейху Васалям. Также пророк Мухаммед, сказал в хадисе Самое лучшее, то есть время пребывания, время провождения, это в намазе. Это самое лучшее и любимое перед Аллахом. И тот, кто сможет еще больше фардов читать, пусть он читает, сказал пророк Мухаммад. В сахаре приводится то, что пророк Мухаммад, может быть, чем-то занимался дома, делами своей семьи, и когда наступало время намаза, он оставлял семью и шел молиться. Посланник Аллах, саллаху алейкум, был делами, домашними делами, бытовыми делами занимался, со своей семьей был. Как только услышал Муадзин, призывая к молитве, выходил на намаз. Еще до наступления намаза с Адзаном, выходил на намаз пророк Мухаммад, саллаху алейкум, как будто он говорит, это время не жены, это время не принадлежит моим детям, это время не принадлежит тому, чтобы я сидел в компьютере и сидел за компьютером, или сидел в телефоне, в инстаграме и смотрел что-то. Нет, сейчас не для этого времени, сейчас время Аллаха, субхану ва-те-Аля. Сейчас время Аллаха, субхану ва-те-Аля, то есть даже Аиша, рада Аллаху алькум, говорила, Когда Билан призывал к молитве, говорил, менялось лицо посланника Аллаха, саллаху алейкум, и как будто он чужой был для нас, как будто мы его не знаем, и он нас не знает. То есть все, я тебе не знаю, кто ты, Аиша. Сейчас время Аллаха, субхану ва-те-Аля. Поэтому часто вот бывает даже, субхану ва-те-Аля, время прилетает, намаз прилетает, а я успею и так далее, да, там человек занят там в телефоне или разговаривает, газету читает. Нет, время намаза наступило, все, сейчас время Аллаха, субхану ва-те-Аля. Нет ничего лучше и любимее перед Аллахом, дабы приблизиться к Аллаху, чем обязательные фарды после Таухида, после Единобожия. После Единобожия. То есть самое лучшее, чем мы можем с вами приблизиться к Аллаху, это через обязательные намазы, через пост в месяц Рамадан, через закат, через хадж обязательно. Это самое любимое, через что мы можем приблизиться к Аллаху, субхану ва-те-Аля. Поэтому мы должны, ну аззим амра закатина, мы должны возвеличивать, как Аллах в Коране говорит, то, кто возвеличивает то, что Аллах, субхану ва-те-Аля, приказал, то, что связано с шариатом Аллаха, то это из богобоязнен сердец. То есть мы должны возвеличивать закат. Как понять, возвеличивать закат? Не так год прилетел, а я помню, дал закат или нет. Надо вот посмотреть, посчитать. Не, не так. Возвеличивай, считай каждую копейку. Это не твой амаль, это принадлежит не тебе, это мискиным принадлежит. То есть высчитывай, почитай, подготовься заранее, как ты будешь давать, кому ты будешь раздавать, подготовься. Посмотри, сколько в этом году ты должен дать закат, два с половиной процента из того, что ты имеешь. То есть вот так вот. Пост в месяц Рамадан. Должны возвеличивать пост. И Рамаданов. Поэтому мы не должны во время Рамадана смешивать наш пост с какими-то там грехами, которые может меньше награды нам дать от этого поста. То есть или неполноценную награду получить. То есть сдерживаться, сабр проявлять. Когда мы едем на хадж, должны возвеличивать, субханаллах. Мы вот помилился Аллаха как руководителем. Каждый год ездим на хадж. Бывают люди, субханаллах, ругаются на хадже в храме из-за пяти реалов. Спорят с продавцом, ругаются, кидаются и так далее. Субханаллах, ты сколько потратил времени, чтобы сюда приехать, брат мой? Сколько ты потратил денег, чтобы купить билет? Оставил семью? Готовился к этому? Может быть, это твой единственный на хадж, ты больше сюда не приедешь? Спорят, торгуются с продавцом из-за пяти реалов. Сделай мне скидку три. Тот не даст, поднимает голос и так далее. Ты там хадж свой портишь. Поэтому пророк Мухаммад сказал, кто приехал на хадж, не ругался, не спорил, плохими делами не занимался там, вернется домой, как новорожденный ребенок. Но если не дай Аллах, субханаллах, из-за этого ты испортишь свой хадж, ругаешься из-за каких-то мелочей, то ты, субханаллах, просто бесполезное дело сделал. Поэтому мы должны приехать на хадж, дай Аллах, субханаллах, чтобы кто не был на хадже, поехал на хадж, чтобы Аллах облегчил дорогу. Поэтому проявлять терпение, сабр делаешь, даже где-то толкнули, задели, еще что-то. Сабр, из-за этого, ради Аллаха, чтобы получить полную награду и вернуться безгрешным.